Мурзик Мурзик На письменном столе лежала Да это же мой паспорт А я тебе о чём? Да нафиг он мне теперь такой нуд Эй, в ресторане, вы лебедей обслуживаете? Я хочу пропустить стаканчик Дорогой, только яблоко не закусывай И держись подальше от духовки Помни, у тебя жена и дети Да успокойся ты По сравнению с вами духовка это просто курорт Марчелло, ты готов провести контроль качества продукции? Я готов, сеньор По вкусу это настоящие итальянские спагетти Сейчас измерим длину Ровно 17 сантиметров Можно подавать к столу Где, где эти ваши бактерии под ободком унитаза О которых говорят в рекламе, а? Вот они А, а, спустите Они меня за хвост схватили Иди отсюда, жертва рекламы Васька, мне в туалет надо Опять что ли? Как ты мне надоел уже Да не бегай ты от меня Дай их хоть ухватить Куда побежал? Стой! Да стой же! Ох, и когда ты уже научишься сам штаны снимать? Горе ты моё! Так хочется шашлычков из свининки Ты что? Это мои друзья! Оставь их в покое! Ты чего завёлся так? А может я хочу твою ногу съесть? Съешь её! Съешь! Да отстаньте вы все! Не хочу я уже свинину есть Лучше телятинки Это тоже мои друзья! Руки прочь от корешей! Да, кто тебя тут обидел? Вот этот серый котёр! Слушай мою команду! Окружай кота! Эй, я ничего не делал! Так хвост его держит! Эй, я ничего не делал! Вы что, сдурели? А ну, хватай его за усы! Ну что, усатый-полосатый, пришло твоё время, молись! Полиция, полиция! От нас, братаны! Полиция! Уходим! Все не уйдём! Нужно сбросить балласт! Кто у нас сегодня балласт? Я! Сбрасывайся! А-а-а! Вот так полегче! Теперь точно уйдём! Как вы видите, эта собака очень любит танцевать! Ей всё равно где, ей всё равно с кем! Для неё любой партнёр подойдёт! Не играет роли ни цвет кожи, ни пол, ни фигура! Сейчас у неё партнёр с идеальной фигурой! Ведь всем нам известно, что идеальная фигура – это шар! Алло, алло! Мурзик у аппарата! Мурзик, это Шарик, Шарик! Ты откуда звонишь? Из какого-то большого дома на берегу океана! Здесь диваны здоровенные, ковры везде, кормят всякой вкуснятиной! А у тебя там что-то не в порядке? Да нет, всё просто отлично! Тогда зачем звонишь? А чтобы ты обзавидовался! Перед вами собака главного тренера сборной России по баскетболу! Ну кто? Кто так носит ведро? Держи крепче! Вот! Теперь беги! Куда ты бежишь? Влево беги! Лузер! Работать можете только из-под палки! Всех уволю! Так, мой ход! Б7! Ранил! Тогда Б6! Убил! Ура-ура, я победил! Доставай торпеду! Достал! Молодец! Я говорю, достал ты хозяин со своим натурализмом! Морской бой на бумажке играют! Они в воде! Пират, вымой мяч и будем играть! Ура! Играть! Сейчас я вымою хозяйка! Вот так, как следует со всех сторон, чтобы был чистый! Ещё немного, но вот, вроде чистый, несу хозяйка! Давай играть! Держи! Оп! Ну-ка, отними! Попробуй отними! Фу, пират! Он же весь в слюне! Иди снова мой! И так целый день! Когда мы уже играть-то будем? Да не хочу я этим играть! Оно пожёванное всё! Не очень зря, хозяин! Держи! Не хочу! Оно мокрое всего! Да прекрати же ты швыряться! Да это же гадость! Где ты взял эту рваную книжку? На письменном столе лежала! Да это же мой паспорт! А я теперь о чём? Да нафиг он мне теперь такой нуль! Ура, речка! Свадьба знала! Когда ты напился и в холодце уснул! Так что, ничего страшного! Главное, что ты меня любишь! Эй, ты чё делаешь? Привет, Рыжина! Но ты вообще задолбал! А не нужно было в моей игровой приставке гнездо вить! Вот и развлекай меня, пока птенцы подрастают! Дорогая, я должен рассказать тебе страшную тайну! И я свинья! Ха! Я это ещё до свадьбы знала! Когда ты напился и в холодце уснул! Так что, ничего страшного! Главное, что ты меня любишь! Эксперты программы «Улётные животные» наконец-то нашли причины многовековой вражды между собаками и кошками! Всё дело в организации спального места! Кошки считают, что постель должна быть как следует размята и уложена в определённом порядке! Как вы видите, собаки придерживаются точно таких же убеждений! Но разница в том, что в отличие от кошек хозяева не разрешают собакам спать на кровати! А это, согласитесь, очень и очень обидно! Поэтому мы, собаки, и ненавидим этих пушистых приживалок! Да! Сейчас, сейчас, хозяин! Водички принесём! Сейчас вот только до берега добегу! Наберу ведёрко! Вот так! Побольше и обратно! Нешу, хозяин! Готов лейку! Спасибо, Барбос! А чего это ты с таким усердием воду носишь? А я на этой грядке косточку зарыл! Ты её поливай хорошенько! Может, осенью целое косточковое дерево вырастет! Все спать легли, а свет выключить забыли! А как же теперь я пакостить буду? Со светом пакостить не положено! А ну-ка, оп! И оп! Так уже гораздо лучше! Я пойду служить! Буду служебной собакой! У меня уже есть каска, а на службе мне будут специальный паёк выдавать! Ой! А как же я буду есть? У меня же миски нет! Надо что-то придумать! Придумал! У меня будет каска и одновременно миска! Какой же я смышлёный пёс! А ещё это будет мой туалет! Эй! Ты чё делаешь? Мы ж тут едим! Я тут песчаные ванны принимаю! Но это не песок, это комбикорм! Вот зачем! А я думаю, чего это я чешусь весь? Так может тебе нормальную ванну принять? Не предлагай ему такое! Он нам и поилку испортит! Ой, чё это? Кто это у меня вылупился? Рано ещё вроде! Мама! Мамочка! Ой! Это ж надо же! Ну и скандал сейчас будет! Барсик! Беги со двора побыстрее! Пока мой Петька не пришёл! Он же все свои яйца пронумеровал! Эй, в ресторане! Вы лебедей обслуживаете! Я хочу пропустить стаканчик! Дорогой! Только яблоками не закусывай! И держись подальше от духовки! Помни! У тебя жена и дети! Да успокойся ты! По сравнению с вами духовка это просто курорт! У этого кота очень правильная тактика нападения! Сначала залезать в жертву, потом загрызть и, наконец, уронить на пол! А теперь осталось только посмотреть взглядом победителя! Посмотри в эти глаза! Они полны печали! Не пущу! Не пущу! Зачем тебе в школу? А со мной кто играться будет? Зачем тебе учиться? Я же лучше! Лежать! А можно я пойду? Я сказал лежать! Лежать! Совет начинающим дрессировщикам. Внимательно посмотрите на экран. В жизни всё должно быть с точностью до наоборот! Вот это засада! Жена вышла из декрета на работу и оставила мне на шее пятерых иглоедов. И главное, она белая, я рыжий. А эти серые какие-то и хвосты лысые. Подозрительно! Привет, рыжий! Васька Серов! Сосед! Ну-ка покажи хвост! Эй, ты чего? Не нормальный какой-то? Я, наверное, пойду. Ох, нелегко работать у мэрии. Городской бюджет это вам не шутки. Его скрысить потрудиться надо. А ещё его лучше так, чтобы никто не заметил. А как тут не заметишь? Такой кусман обломился. Опа! Шухер! Продолжение следует... Продолжение следует... Официант! Где он шляется, халдей чёртов? Официант! Поменяйте, пожалуйста, пепельницу. Одну минуточку. Не извольте беспокоиться. Вот ваша новая пепельница. Официант, ты что, совсем нюх потерял? Поменяй, говорю, пепельницу на банку оливок. А это унеси. Люди говорят, на качелях кататься прикольно. Да что там прикольного-то? Ну, сама попробуй. А здесь реально классно. Только не на качелях, а под качелями. Как будто плугом пашешь в поле. Только качеля верни, а то хозяева увидят, реальные качели начнутся. Не знаю, почему эти смешные людишки брезгуют пить воду из крана. По-моему, удобно. Столько добавок, что и попил, и поел одновременно. Только жирноватая снег, конечно, получается. После этой воды ещё полчаса умываться нужно. Мадам, разрешите вас пригласить на тур вальса. Не видите? Я занята. О, Господи, где же я найду другую партнёршу? А можно мне немного побальсировать хотя бы с вашим кавалером? Он не танцует. Его едят. Как вы черствы. Он ещё черствее. Марчелло, ты готов провести контроль качества продукции? Я готов, феньер. По вкусу это настоящие итальянские спагетти. Сейчас измерим длину. Ровно 17 сантиметров. Можно подавать в столу. И снова обратимся к контролёру качества. Как вам этот снеговик? Снеговику морковку вставляют. Это прошлый век. Сейчас колбаску вставляют. Вот если бы была колбаска, на человека был бы похож. А так чучело какое. Это аттракцион «Бегущая по кругу собака». Подходим, покупаем билетики. Только до двух часов дня. После двух будет аттракцион «Ползущая по кругу собака». А с восьми вечера аттракцион «Впящая под каруселью собака, уставшая как собака». Мой хозяин – святой человек. Жена приготовила ему суп, ушла на работу, а он со мной супом поделился. Спасибо, очень вкусно. А ещё жена оставила ему молоко, а я его разорью и выпью. Вообще, с похмелья хозяин только и может. Отсунув голову в холодильник, молча наблюдать за тем, что происходит на кухне. Вот уже достали этими звонками. Сейчас честное слово сниму трубку и обматерю. Днём и ночью звонят. Это не кошачья, это собачья работа. Вас приветствует компания «Катафон». Для связи с оператором нажмите «Один». Настоящий журналист обязан находить сенсации. Лучше всего искать их грязное белье. Тогда новости получаются с пикантным душком. Но нам ли бояться грязного белья настоящим журналистам-харькам? Официант, где он шляется, халдей чёртов? Официант, поменяйте, пожалуйста, пепельницу. Одну минуточку, не извольте беспокоиться. Вот ваша новая пепельница. Официант, ты что, совсем нюх потерял? Поменяй, говорю, пепельницу на банку оливок. А это унеси. Начинаем аукцион. Первый лот – картина «Девочка с собакой». Десять тысяч. Раз, два, три. Продано. В качестве бонуса – натюрморт неизвестного бездарного автора «Пихнуто». Второй лот – библиотека из дворца. Леопольд, выходи. Выходи, подлый трус. Ребята, давайте же дружно. Я только поел, спать охота. Ай! Оф! Кажется, одним горшком обоих накрыл. Но хоть поспалил спокойно. Леопольд! Люди говорят, на качелях кататься прикольно. А что там прикольного-то? Ну, сама попробуй. Ха! А здесь реально классно. Только не на качелях, а под качелями. Как будто плугом пашешь в поле. Только качеля верни, а то хозяева увидят, реальные качели начнутся. Фрагмент лекции ведущего экономиста Рафика Слонидзе. Я вам расскажу, как побороть инфляцию. Вот она, наша инфляция, Варь. Здоровая какая. А мы с ней боремся, боремся, боремся. И вот какая она маленькая стала. И все стали жить лучше. А? Что тут у вас приключилось, дамочка? Да вот что-то двигатель заглох. Когда женщины научатся ездить, двигатель заглох. Ладно, давайте на буксир возьму. Только мне в другую сторону нужно. Нет, сначала на кухню, за косточкой. Так сказать, плата за буксир. А теперь, Тимка, займемся строевой подготовкой. Мы же с тобой собаки военного. Что-то я не понимаю, какое отношение это имеет к строевой подготовке. Ну ты даёшь. Ты что, не знаешь, что в первую очередь надо делать, когда маршируешь? Что? Ну конечно же, тянуть носок! Здравствуйте, я представитель сетевого маркетинга. Разрешите предложить вам наш новый уникальный товар, сухой дезодорант для крыльев. Понюхайте, никакого неприятного запаха из-под мушек. Вот я сейчас нарочно буду долго махать крыльями, чтобы вспотеть, а вы никакого запаха не почувствуете. Кроме, конечно, запаха моего дезодоранта для крыльев. Стойте, подождите, у меня нет денег. Сразу предупреждать надо! Вали отсюда, голодь ба! Ути мой маленький, Ути мой сладенький, кто у нас самый любимый в семье, кому всё позволено, кто залез на кухню и съел собачий корм из миски, куда я теперь хоть понюхаю, как он пах, шлопает двуногий. А вот перед вами поза из Кота Сутры. Котик, ну посмотри мне в глаза. Не могу, в этой маске ты меня пугаешь ещё сильнее, чем без неё. А я специально для тебя маникюр сделала. Лучше бы ты на эти деньги мясо купила. Ну не будь таким аккантинным, я и мясо для тебя купила. О, я слышу, пахнет. О, замечательный маникюр! Внимание! Впервые на нашей выставке подъёмные двери гаража. Пять скоростей, коробка, автомат, минимальный расход топлива. Ну и четвероногий швейцар в придачу. Всё чисто, заезжай, хозяин. Значит, замену мне нашли. Купили нового любимчика. Да я тебе сейчас на части порву. Страшно тебе, страшно! Сейчас ты запомнишь на всю свою жизнь, маленький круглый гадёныш. В этом доме может быть только один шарик. И это я! Стоять! Я с тобой ещё не закончил! Представляем вашему вниманию новый антиспам-фильтр для электронной почты. Ловим входящее письмо. Это спам его в сторону. Нажимаем F5. А вот это уже нормальное письмо. Его оставляем. И помечаем, конечно, как нормальное. Но где? Где эти ваши бактерии под ободком унитаза, о которых говорят в рекламе, а? А, вот они! А, а! Спасите! Они меня за хвост схватили! Иди отсюда, жертва рекламы! А я всё равно буду заниматься художественной гимнастикой, да. Даже если у меня нет специальной ленточки. Главное быть красивой и мало весить. А где можно быстро похудеть? Правильно, в туалете. Там и начну занятия. На тренировку, на тренировку, на тренировку. Ага, значит, хозяева всё-таки поставили счётчик на воду. Отлично. Сейчас мы посмотрим, сколько стоит один смык. 20 рублей коту под хвост. Ну-ну, песок всё-таки дешевле. Не знаю, почему эти смешные людишки брезгуют пить воду из крана. По-моему, удобно. Столько добавок, что и попил, и поел одновременно. Только жирноватая снег, конечно, получается. После этой воды ещё полчаса умываться нужно. Продолжение следует... Продолжение следует...